Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аля Адам и скажет Адам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ясно или нет? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы дали тебе в откровение то есть не послали тебе откровение так же как дали откровение Нуху и пророкам после него Это указывает на то, что все пророки, которые были пришли после Нуха соответственно он был самый первый Вакуллuuummatin baatallaha ilaha rasulam min nahin ilah mahammad и не осталось никакой общины кроме как послал к ней Всевышний Аллах посланника начиная с Нуха и до Мухаммада саляллаху алейхи васалам Ya muruhung bi'idatatill la�� wahdahu который приказывал им поклоняться одному Всевышнему Аллаху И запрещал им поклоняться кому? Тагуту. Так всему, чему поклоняются люди, кроме Аллаха. Вот далилу Хаулеу Та'ала адоват на это слова Всевышнего. И в каждую общину мы послали посланников. Зачем послали? Они обуду Аллаха, а вот здесь они будут Тагут. Чтобы они сказали им, поклоняйтесь одному Аллаху и остерегайтесь поклонения чего? Тагуту. Так? И остерегайтесь Тагута. Это понятно или нет? Сколько было посланников всего на землю? 27 метров? А, нет, а... 140, что я сейчас скажу? 144. Больше 100? Больше 100 тысяч. Так, слушали, да? А кто был первый пророк? Нох. Или Нох был первый посланник? А первый пророк Адам, так или нет? Точно? Записывайте довод. Приходит у нас хадис. У имама Табарани и у хакима. У имама Табарани и у имама хакима. Сослов Абу Умама Аль-Бахили. Сослов Абу Умама Аль-Бахили. Был ли Адам пророком? Пророк сказал, что он был пророком, которого научил Всевышний Аллах. И с которым разговаривал Всевышний Аллах. Это довод на то, что Всевышний Аллах разговаривал с Адамом. Понятно, да? Да, но... Что дальше можете не записывать, просто я что? Зачитаю вам этот хадис. И если кому-то интересно, как называется, пишите с лекцией. Дальше человек спросил, А сколько времени было между Нухом и Адамом? Сказал, 10 веков. Между Адамом и Между Нухом, 10 веков. Сказал, А сколько было между Нухом и Ибрагимом? Сказал, 10 веков. Сказал, А сколько было посланников? Когда посланник Аллах сказал, Саляку миа вахам сата ашара. 315 посланников. 315 посланников. Джамман гасиеран. Очень большое количество. Джамман гасиеран, то есть большое количество было их. Так? 315 посланников. Что касается тысяч пророков и так далее, это все пророков. Нам. Сколько было посланников? Сказал, 315. Большое количество. А у Табарани, в ривае Табарани, это ривае Калахачима. А у Табарани приходит 313. 313 и обе ривае являются достоверными. И обе их привел шейх Мухбель вальмуснадасахи. Таилмуснад. 315 всего лишь. Не тысяч. 315 посланий. То есть 315 много. 315 много. Где он делает шарф на этот отрывок? Говорит. Говорит шейх Ан-Наджи, что Всевышний послал всех посланников радующими и увечивающими. Иду вот на это слова Всевышнего. Всевышний послал посланников радующими и увечивающими, чтобы у людей не было против Аллаха довода после послания посланников. Первый из этих посланников был Нух, а последний был Мухаммад. Тот, который посчитает лжецом хотя бы одного посланника из всех посланников. То есть всех скажет, что они правдивые, но один лжец. То, что каждый байбер русу, аль-жима'ин, тот считается проявившим, что не верят ко всем посланникам. Понятно, да? То есть кто не верит в одного посланника, тот автоматически становится неверующим во всех посланников. Почему? Потому что они пришли от единого Аллаха все и пришли все с одним и тем же, чем послал их Аллах. А пророк Мухаммад был печатью пророков и посланников. Любой, кто скажет, что он пророк или скажет, что он посланник после пророка Мухаммада, все это является чем? Заблуждением. И поэтому тот, кто называл себя пророком во времена сподвижников, а также после них, до нашего сегодняшнего дня, до сих пор, что есть такие, которые заявляют, что они обладают пророчеством. А пророк является печатью пророка и посланников, тот, который что? Это примерно в одном смысле. Так, то есть последний из посланников, после него не будет ни пророков, ни посланников. Исходя из этого, если какой-то человек скажет, что ему внушаются откровения от Всевышнего Аллаха, так или нет, и что он обладает пророчеством, кем он является? Является кайфером, кайзабом, так? И тот, кто последует за ним, является кайфером, кайзабом. Понятно ли нет? Говорит, «Ваддалилю аля анна ауэля гумнуху, тавли утааля, довод на то, что Нух был первым посланником, является плава Всевышнего, инна ухайна илейка, кама ухайна иля Нухин, ваннабийина мимбаадих». «Мы послали тебе откровения или внушили тебе откровения, так же, как внушили его Нуху и пророкам, которые пришли после него». «Хаза улахин хас, вагия рисала». Говорит, шейх Салиха, под откровениями имеется в виду частные откровения, имеется в виду послания. Не просто откровения пророков, а откровения кого? Посланников. Потому что откровение пророков было неслушно кому так же? Адаму, алейхискалам. «Вальмурад биннабийин гуннальмурсалин». И под пророками здесь имеется в виду кто? Посланники. Понятно ли нет? Потому что первый пророк был еще до Нуха. Кто это? Адам, алейхискалам. И говорит, нет такой общины, кроме как к ней послал Всевышний Аллах непременно посланника. Миннухин ила Мухаммадин. Начиная с Нуха и до Мухаммада. Ямургум би аббадатиллай вахдагу ва инхауман айбадатит тагут. Эти пророки и посланники приказывали людям поклоняться одному Всевышнему Аллаху и запрещали им следовать за тагутом или поклоняться ему. Ваддалилу кавлю Тааля адоват на это слова Всевышнего. Мы уже послали в каждую общину посланника чтобы они сказали им посланять с Аллаху и остерегать с тагута. Мы уже послали в каждую общину посланника для чего? Говорит То, что приходит после этого предложения или после этого отрывка, что значит дальше будет разъясняться, для чего их Всевышний послал. Для чего он их послал? Для того, чтобы Для чего он их послал? Для того, что придет после слова «ан». Для того, чтобы А это чтобы они сказали им поклоняться Аллаху и остерегать с тагута. Поклонение Аллаху, разъяснение этого понятия, что значит поклонение Аллаху, мы подробно уже разъяснили во время рассмотрения первой основы. Так Когда рассматривали вопрос о знании рабом своего Господа.